Всем привет! С вами снова Ингрия и я, Наталья Дорофеева. Сегодня мы с вами поговорим о «Калевале». «Калевала» – это карело-финский поэтический эпос, состоящий из 50 песен, которые называются «Рунами». Сразу хочется отметить, что руны – это письменность древних германцев, которая употреблялась примерно с I-II веков по XII на территории современных Норвегии, Дании и Швеции и примерно по XIII век в Исландии и Гренландии. Руны высекались или вырезались на камне, металле или дереве. А вот у финно-угорских народов руны – это песни или фольклорные произведения, которые рассказывают о космогонии и эсхатологии, об обрядах, о противостоянии добра и зла. Они передавались песнопевцами и сказителями потомкам в устной форме. В мировом фольклоре «Калевала» – это живой эпос финно-угорских народов, часть мифологической системы и сюжетов которого уходит в глубокую древность. Мифы, лежащие в его основе, складывались примерно во II-I тысячелетиях до н.э., во времена финно-угорского единства, а вот формирование сюжетного ядра, собственно, «Калевалы», относится уже к I тысячелетию н.э. Обработкой материала занимался финский языковед, филолог, фольклорист XIX века Элиас Леонард. Собранные руны Леонард объединил в лироэпическое произведение «Калевала». Буквально «Калевала» переводится как «Страна сынов Калева». Первое издание эпоса состоялось в 1835 году. Народные песни не были систематизированы, но в «Калевале» Леонард попытался представить события как последовательные и связать их единым сюжетом. Леонард мыслил категориями XIX века и считал, что в глубокой древности эпические произведения были единым целым, наподобие Илиады или Одиссеи. На самом деле он провел гигантскую работу. Он объездил огромное количество деревень, в которых записывал песни и сказания. Впоследствии он объединил эти разрозненные песни и сказания в единый сюжет и соединил их в хронологическом порядке. Хотя это и привело к небольшому искажению и внутреннему противоречию сюжета. Известно, что Элиас Леонард дописал некоторое количество стихов, пытаясь согласовать разрозненные части поэмы. Также в числу собственных включений Леонарда относят обрядовые свадебные песни, которые составляют до четверти текста. Калевала является наиболее архаичным из европейских эпических сказаний, которое стоит на грани мифа и, собственно, эпоса. К числу древнейших сюжетов можно отнести финно-угорский миф о сотворении мира уткой, которая свила гнездо на колени Вианимеонина, одного из главных героев эпоса, или его матери. И из расколовшегося утильного яйца возникают земля и небо. Одной из главных тем в Калевале является тема первотворения. Так, например, некоторые руны целиком посвящены как истории возникновения мироздания, так и отдельных вещей, например, железа или различных болезней. Вообще рассказ о первотворении является основным магическим средством. Так, чтобы одолеть сверхъестественного противника, мороза, змею или иное чудовище, надо рассказать о его происхождении, и тогда бой будет не нужен. Кроме того, данная тема является еще и сюжетообразующей, так как целый ряд сюжетных ходов нужен за тем, чтобы развернуть очередной рассказ о происхождении мира или тех или иных вещей и явлений. Любой эпос содержит героическую составляющую – борьбу с чудовищами или мировым злом. И вот она разворачивается в Калевале по особому принципу. В архаическом эпосе герой совмещает в себе умение и воина, и колдуна. Для такого героя совершенно неважно достигать своей цели через магию или воинскую силу. И вот Калевала, как наиболее архаический эпос, развился в сторону усиления роли магии, которая раскрывается в слове. Так, в центре сюжета находятся не воинские подвиги героев, а сокровенное знание о происхождении вещей. Когда же бой все-таки происходит, то он ведется либо исключительно магическими средствами, либо с применением магии. Мудрое слово превалирует над действием. Так, лиминкайнин, воинственный чародей, весельчак и соблазнитель женщин, долго и безуспешно пытается поймать лося Хийси, полагаясь только на свою физическую силу, а затем взывает к богам. И сама эта молитва, но отнюдь не вмешательство богов, помогает ему одолеть это чудовище. Другие примеры всесилия слова в Калевале связаны с образом мудрого Вяйни Мёнина, который строит лодку с заклинанием и словом управляет ею. Также Вяйни Мёнин победитель в поединке с Йоуко Хайниным, демоническим персонажем, который выдает за себя за древнего мудреца времен сотворения мира. Состязание проводилось на песнях, где противника одолевает тот, кто обладает истинным знанием о происхождении и устройстве мира. Кстати, этот поединок родственен эдическому состязанию в мудрости между верховным богом Одином и великаном в Автрудниром, где проигравший платит головой. Таким образом, доминирование слова над действием с одной стороны и рассказы о первотворении над описанием боев с другой является исключительной особенностью Калевалы в мировой эпике. Главный герой Калевалы, старый песнопедниц Вяйни Мёнин предстает как культурный герой, который создает нечто магии или добывает нечто хитростью, например, лодку, рыболовную сеть, музыкальный инструмент и многое другое там по тексту. В других рунах он творит мировое древо, залог благополучия мироздания, добывает в иных мирах мудрость для людей, участвует в засевании первой пашни. В противоположность вечно старому Вяйни Мёнину кузнец Иль Маринин является демиургом, выковавшим небо, по некоторым версиям первую женщину, и чудесную мельницу Сампа, воплощение неиссякаемого изобилия. Лео Менькяйни, на котором мы недавно упоминали, и близкие к нему Ахти и Кауком Ели, которые у Леонарета объединены в одном персонаже, являются героями-обманщиками и неудачниками, задирами, падками на женщин, которые в равной степени используют как военную силу, так и магию. Воинственность Ле Менькяйнина отрицательно выделяет его из других героев Калевалы. Еще более обособленным является образ Кулерва, сироты, родившегося в доме убийцы отца и посвятившего всю свою жизнь вместе за него, причем ради свершения этой мести Кулерва готов пожертвовать даже самыми близкими людьми. Отрешенная мстительность Кулерва напоминает героев Эды, и, возможно, именно здесь имело место скандинавское влияние. Героям страны Калева противостоит Пахьола и другие намирные страны. Они изображаются то, как мирные деревни, то, как враждебные земли колдунов. Среди их обитателей выделяется владычица Пахьолы, старой Лоухи, дочерей которой упорно сватаются герои. В некоторых случаях образ Пахьолы сближается с Маналой, безысходным миром смерти, обителью чудовищ, откуда живым смог вернуться только один Вейнемюйнин. Сюжеты Калевалы делятся на три основные группы. Уже упоминавшиеся мифы творения, героическое сватовство и борьба за мельницу сампа. Героическое сватовство – один из центральных мотивов архаической эпики, восходящий еще к шаманскому мифу, где герой, попадая в иной мир, вступает в брак с его хозяйкой, получая благодаря этому браку различные чудесные предметы. В Калевале этот мотив наиболее ярко воплощен в рунах об Ильмаринине, который, сватаясь к дочери Пахьолы, должен вспахать змейное поле, поймать исполинскую щупу из реки смерти, сделать еще много чего другого. Причем кузнец выполняет эти задачи при помощи не силы, а магии, что свидетельствует об архаичности этого образа. Соперником Ильмаринина в сватовстве иногда выступает Вяйнемянин, которого невеста отвергает из-за его старости. Важно отметить, что во многих рунах молодая жена Ильмаринина либо бросает мужа, либо погибает, поскольку иномирная женщина не может жить среди людей. Для Ляменькайнина и других младших героев подобное сватовство всегда окончается неудачей, так как все силы их магии недостаточно, чтобы выполнить брачные задачи. Подобная брачная фиаско – это неотъемлемая черта образа Плута. Цикл сказаний о Сампо, чудесной мельнице, дарующей изобилие и плодородие, состоит из двух разновременных по происхождению частей. Первая, она же древнейшая, это похищение Вяйнемениным, Ильмарининым и другими героями чудесной мельницы Сампо из Пахьолы и борьбы за нее. Вторая, позднейшая, это история создания Сампо Ильмарининым, как выкуп за невесту из Пахьолы. Напомним, что Пахьола – это далекая суровая страна в эпических рунах. Сражение за Сампо – единственная собственная воинская часть Калевалы. Во время боя Сампо падает в море и разбивается, однако ее осколки волны выносят на берег мира людей, тем самым обеспечивая изобильную, долгую и счастливую жизнь людям. Глубокая архаика Калевалы делает ее бесценным источником по истории формирования мирового эпоса, давая возможность увидеть систему ценностей древней культуры. С другой стороны, нельзя отрицать взаимовлияние Калевалы и эпосов Северной Европы, что позволяет рассматривать ее руны не только в невременном, но и историческом аспектах. Калевала – не только главная книга наших северных соседей и ценнейшая из того, что создана на финском языке, но и настоящее сокровище мировой культуры в целом. Древние боги, колдуны и герои оживают на страницах этой книги. Нордическая красота дремучих лицов, звон мечей, свинцовые волны, холодные водопады очаровывают своей первобытной гармонией. Древние руны творят поистине сказочную реальность. Всем спасибо, что были с нами. С вами была Ингрия и Наталья Дорофеева. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok